Друзья, каждый раз, начиная новый сезон, просто даже не понимаешь, за что взяться первым делом. Поэтому я предлагаю организовать эти обязательные весенние работы, расставить среди них приоритеты, что нужно сделать нам в первую очередь, а что может даже и подождать. И таким образом запустим нашу дачу в работу. И первое, с чего я начинаю, это с дома. После сырых и холодных месяцев зимы, без обогрева, в нем появляется запах сырости. И поэтому в сухой солнечный день я обязательно открываю настежь все окна и двери. И проветриваю дом, избавляясь от лишней влажности. У меня дом сезонный, системы отопления в нем нет, и поэтому быстро и качественно его можно просужить, только если на длительное время включать электрообогреватели. Но мы это делаем только по необходимости, когда на улице холодно, и в доме без них не обойтись. А пока обходимся вот таким проветриванием помещений. Тут же, еще напомню, что по всему периметру и дома, и бани я открываю продухи в фундаменте. Это такие специальные отверстия, которые предназначены для естественной вентиляции воздуха в подпольном пространстве. Вторая весенняя работа это сборка и подключение всех коммуникаций в дом. Для этого собираем магистральный водопровод от основной трубы и разводные шланги по всему участку. У нас пробная подача воды происходит обычно в конце апреля, и после этого уже видно, нет ли где-то протечек. Но если же они вдруг будут, то будем их устранять. А пока подсоединяем унитаз, заводим воду на кухню, подсоединяем водонагревательные баки, то есть все то, что опорожняли в зиму. Далее с подводом воды разобрались. Теперь приводим в порядок канализацию. У нас в доме канализационная система это локальный септик объемом 2 куба. И после осеннего-зимнего периода мы ранее вызывали специалистов и чистили септик перед сезоном. Но в конце прошлого года я открыла для себя действительно рабочий продукт, мощный биоактиватор Сепсептич. Засыпали пару пакетов и оставили на зиму. Решили, так сказать, попробовать, можно ли сэкономить несколько тысяч весной, чтобы не вызывать специалистов по очистке септика. И каково было наше удивление, что по приезду на дачу наш септик работал без проблем. Но самое главное, без запаха. Во-первых, это экологически чистый продукт с натуральными бактериями, с добавлением ферментов, которые ускоряют процесс работы бактерий. И легко перерабатывают любые гнилостные микроорганизмы, разлагают хозяйственно-бытовые стоки, фекалии, жиры, целлюлозу. И самое главное, это опять же устраняют неприятные запахи. Во-вторых, как оказалось, снижает в несколько раз необходимость автоассинизации. И в-третьих, поддерживает баланс здоровых бактерий в системе септика. Продается этот чудо-биоактиватор вот в таких пакетах, тут 80 граммов. И этого количества хватает на емкость объемом 2 кубических метра. Оптимальная температура для его применения – это от 5 градусов тепла. И для использования его в септике нужно всего лишь содержимое пакета сначала растворить в теплой воде. 5 литров будет достаточно. И затем уже этот раствор вылить в туалет. Тогда эффект будет заметен уже через несколько дней. Замечу, что он идеально подходит не только для септика, но и для выгребной ямы, для простого дачного туалета или даже для домашнего биотуалета. В общем, для любого дома, где нет централизованной канализации. Мы, например, на даче живем полностью сезон, начиная прямо с мая и по сентябрь. И теперь я буду использовать только этот биоактиватор, так как он не просто эффективный, но он еще и состоит из экокомпонентов. А это значит, что он безопасен и для человека, и для животных, и для почвы. В общем, в целом для окружающей среды. Единственное, что параллельно с ним не нужно применять средства с содержанием хлора, так как химия убивает живые организмы, бактерии и ферменты. А приобретаю я его на маркетплейсе. Кстати, там есть разные комплекты, подобранные для разных объемов септика. И чтобы вам было проще найти его, ссылку закреплю в описании. Смело приобретайте его и используйте круглый год, так как он обеспечивает 100% чистоту и гигиену унитаза, очищает сливные трубы, кольца и другие элементы автономной сантехники. Всем рекомендую. Идем далее. Следующая работа по подготовке дачи к сезону, это уже установка на грядки систем капельного полива. Осенью я их все собрала, сдренировала с них воду, все трубки смотала в большие такие бухты, так, чтобы не было перегибов у них. И в таком виде оставляла зимовать тут же на даче в хозблоке. Поэтому сейчас по старым следам, так сказать, разматываю эти трубы и шланги, пришпиливаю их к земле в нужных местах и затем соединяем их в единую поливную систему. А далее уже сверху на эти грядки устанавливаю парники из панбонда. В этом году я их все обновила, зимой было много времени и я шила новые с молниями на торцах. И как всегда попутно делилась с вами, как я это делала. А сейчас показываю их вам, как они выглядят на грядках, как я и обещала. В целом, мне очень нравятся. Обычно они у меня стоят до июля, а там я их уже полностью убираю. Поэтому сейчас все установила, и мои грядки уже полностью готовы к принятию рассады. Осталось только дождаться стабильного тепла. И еще тут же накидываем спанбонд на огуречник, который мы своими руками строили из полипропиленовых труб 6 лет назад. Показываю его вам, так как многие спрашивают в комментариях, в каком состоянии он сейчас. Как видите, стоит как новенький. Единственное, что за 6 лет спанбонд уже я сменила второй раз. Беру обычно плотностью 60. Ну и таким образом можно сказать, что все подготовительные работы сделаны. Теперь ждем пробный запуск воды и начинаем высадку рассады на грядке уже в открытом грунте. А пока в честь открытия нового дачного сезона жарим шашлыки, наслаждаемся погодой, природой, позитивом и общением с соседями. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, делитесь вашими первыми работами на даче. И конечно же подписывайтесь на мой YouTube канал. Ссылка на него, как всегда, в описании. Субтитры сделал DimaTorzok